Вы видите вот такие вот стены домов? Это древний город Давида. Это эпоха первого храма. Эти раскопки показывают нам стены, которые на две с половиной тысячи лет старше вот этих стен. Удивительно. То есть это 10-11 века до нашей эры. И здесь дом царя Давида? Да, вот то, что скрыто под павильоном, еще это, ну так, археологи еще пока не объявляют официально об этом. Но то, что сегодня говорят в научных обществах, то, что публикуется, то, что показывается, скорее всего, археологи придут к выводу, что именно вот здесь, в этом месте, жил известный всем царь Давид. Это одна из наиболее важных находок, когда-либо обнаруженных археологами в Израиле. Этот камень был найден в 90-х годах прошлого века совершенно случайно. Как вы видите, он разбит на куски. На него нанесены письмена на древнеарамейском языке. Мы датируем эту находку 640-ми, 650-ми годами до нашей эры. Здесь мы видим запись о победе, оставленную арамейским царем. В ней описан разгром коалиции нескольких царей, и среди них есть два царя, которые особенно важны для нас. Одним из них был израильский царь. И вот здесь внизу есть слово, которое на древнеарамейском языке звучит как «Исраэль». А также далее, ниже него, вот здесь есть слово, которое означает «царь», «мелех». А далее «бейт Давид», что означает «дом Давида». И это самое раннее и, возможно, единственное прямое упоминание Давида в археологических находках. Также увеличилась вероятность подтверждения того, что дом Давида являлся первой израильской династией, и что Давид был реальной исторической личностью. Василий, мы прибыли на место рождения Давида в город Вифлеем. Кто сегодня проживает в этом городе? Сегодня в Вифлееме проживают как христиане-арабы, так и мусульмане. И вот это место, центр города, мы как раз видим, ну, интересно, такое разделение. Вот там находится христианская церковь Рождества. Это называется Ясельная площадь. А здесь вот новый Вифлеем. Вот полицейское управление, управление древностей, а также мечеть. То есть это показывает современные тенденции в демографии Вифлеема, что фактически постепенно, особенно в последние 20 лет, здесь преобладает больше мусульманское население. Евреев практически здесь минимум, если не сказать, что практически нет. Ну, евреев здесь вообще нет. Вообще нет. Да, да. В Вифлееме евреев нет вообще. Да, Александр, конечно, тот город, который мы видим, современный Вифлеем, он очень сильно отличается от того, в котором жил в свое время Давид. Да, действительно, Вифлеем в то время был совершенно другим. Само слово Вифлеем, Бетлехам, это дом хлеба. И если мы возьмем землю, которая занимала колено Иудина, большую его часть составляет пустынная такая местность, иудея славится иудейской пустыней. Но здесь мы видим совершенно другой пейзаж. Вы видите, здесь и оливки, здесь и хорошие плодородные пастбища, здесь, в общем-то, выращивали хлеб. Поэтому здесь, именно на этих полях, на которые я сейчас вас поведу, и разворачивается интересная история. Там даже есть и элементы, и романтики. Но эта история связана с рождением Давида. Интересно, пройдемте. Вот, Василий, я привел вас сюда, на эти Вифлеемские поля. Как видно здесь, по этой вот теплице и по стаду овечьему здесь продолжается сельскохозяйственная деятельность. А в то время, в конце второго тысячелетия, до нашей эры, здесь было единственное место на территории колена Иудинова, где можно было выращивать пшеницу. И можно было земледелием заниматься. Да, здесь именно делали, возделывали землю. И здесь развивается интересная история любви между Воозом, Иудеем и Моавитянкой Руфью, описанная в книге Руфь.